Кто лес рубит? В Черновицкой области уже два года ищут виновных в незаконной вырубке сотни кубометров высококачественной древесины. И всё произошло не где-нибудь, а на территории Национального природного парка. Кто же затягивает следствие? Подробности в сюжете Ольги Паломарюк. Бук, граб и красный дуб. Всего 56 стволов высококачественной древесины. Именно столько недосчитали сотрудники Национального природного парка Вижницкий в апреле 2015-го. Во время внепланового рейда. Тогда следствие установило, виновен лесничий. Допустил незаконную рубку. Это было местами. Там несколько дерев, там несколько дерев. Вот так. В среднем цепне было где-то близко 40-50 сантиметров. Вот так. Ну и все материалы, которые мы оформили, передали в правоохранные органы. Тогда лесничего осудили. Полтора года заключения условно. А вот возместить убытки, сообщили в прокуратуре, должна дирекция парка. Сто кубометров древесины оценили в 330 тысяч гривен. Суд установил, что за данным фактом, самый такой размер убытки, там, 332 тысячи гривен было спричинено державе. Отповідати за данное порушення має саме лесокористувача, кем є підприємство. В парке недоумевают, почему уголовное производство открыли по статье служебная халатность вместо незаконной вырубки леса. Но больше всего возмущает то, почему полиция так и не нашла заказчиков. Можливо, нужно было бы позавидовать, можливо, еще и другие, какие-то были представления такого быстрого угода. И практически больше не провели никаких следований. Самое лучшее – наложить арешты на наши рахунки, додать на працювати. Чтобы покрыть убытки на предприятии, теперь должны уволить 20 сотрудников. За рахунок кошту специального фонда у нас отримуется 21 працівник. И сегодня мы змушены были попередити своих працівників про можливое звільнение. С точки зрения здорового глуздка, это действительно какой-то парадокс. Мы же есть державная установа, и фактично мы відшкодовываем, снова же таки, в державный бюджет. А вот общественные активисты уверены, в этой ситуации не все так просто. Считает, в дирекции парка не могли не знать о том, что незаконно рубят лес. Заплатить ли в Вижницком штраф станет известно в начале апреля после заседания в областном хозяйственном суде. И какая судьба ждет сотрудников парка – вопрос пока открытый. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновицкая область.